Шедевр, который нужно посмотреть самим и еще показать близким. В Краевой полиции поделились необычным для правоохранителей видео, чтобы привлечь внимание к самым распространенным схемам мошенничества. Они продолжают работать, а люди остаются без денег, квартир и другого имущества. Моя коллега Наталья Архипова сейчас в студии. Наташа, расскажи, чему люди часто доверяют? Полиция приводит пять схем, и глядя на них, кажется, что все это мы уже слышали, и все знаем, но все равно тех, кого удалось этими способами обмануть, все больше и больше. Вот так, к сожалению, все еще работает схема «Ваш родственник попал в ДТП», и если отдаете деньги курьеру, скорее всего, вернуть их уже не удастся. Так же, как и в случае, если позвонили и предложили помощь вам самим. Но, мол, кто-то хочет украсть со счета деньги, давайте переведем их на безопасный счет. Только никому ничего не говорите. Вот переводя деньги, скорее всего, вы с ними прощаетесь навсегда. Как раз к этому способу полиция и выложила видео. Это разговор с бабушкой, которая пытается объяснить, ей пытаются объяснить, что ее взломали, и нужно обезопасить свои накопления. Пострадать можно не только от манипуляций с финансами. По одной из самых распространенных схем в крае люди лишаются квартир. Так же звонит человек, предупреждает, что кто-то пытается продать вашу жилплощадь. И советует опередить мошенников. Продать квартиру раньше них. Наташа, а вообще много людей продают квартиры из-за мошенников? К сожалению, их становится все больше. Только за последнюю неделю около 10 человек остались без квартир в Ачинске, Шарыпове, Красноярске и Шушенском. Причем кто-то снизил цену и продал реальным людям, а кому-то заботливые звонящие подослали покупателей якобы для фиктивной продажи. Потом сказали, что полученные деньги нужно положить, опять же, на безопасный счет. То есть люди остались и без квартир, и без денег. Кто-то ведется сразу, а вот есть случаи, когда женщину обрабатывали 4 месяца, и мошенники своего все-таки добились. Что касается мошенничества через интернет, людей также часто обманывают? Да, все еще нужно быть бдительным, когда присылают ссылки, например, просят за кого-то проголосовать. А по ссылке могут получить доступ к данным вашего телефона. Еще хуже, если мошенники доберутся до вашего личного кабинета в госуслугах. Тогда у них будут ваши телефон, адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, ОМС, сведения об автомобилях и недвижимости. Тут они уже могут оформить онлайн-кредит, оформить на вас ИП для каких-то своих схем. В общем, все, на что только они додумаются. К этой минуте у меня все. Наталья.